В Амурской области запретят продавать зажигалки несовершеннолетним. Выпускникам аграрных вузов и СУЗов увеличат единовременные выплаты при трудоустройстве по специальности. За эти и другие нововведения проголосовали депутаты законодательного собрания на первой в этом году сессии. В повестке дня было более 20 вопросов. Подробнее об этом и не только в новом выпуске программы «Области закон». В студии Наталья Откачук. Здравствуйте. С пагубной привычкой амурских подростков будут бороться на законодательном уровне. На очередном заседании в первом чтении принят законопроект, инициированный областной прокуратурой. Он предусматривает ограничения продажи детям товаров, содержащих жиженые углеводородные газы. Это связано с распространяющейся среди подростков новой формой токсикомании – снифингом. Под запрет попали баллоны любой емкости и устройства с ожиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки, и работы газовых туристических плит. Вопросы защиты детства у нас стоят на особом контроле, и им уделяется всегда повышенное внимание. Законопроект об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ на территории Амурской области, был рассмотрен профильными комитетами, и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален и необходим. Нам важно уберечь наших детей от этой пагубной привычки и от жутких последствий, которые она вызывает. Вдыхание паров сжиженных углеводородных газов крайне опасно для здоровья, особенно для формирующегося молодого организма. Они вызывают нарушения деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, также возможны серьезные сердечные аритмии, вплоть до остановки сердца, что и становится причиной внезапной смерти. Случаи снифинга среди подростков уже зафиксированы в Благовещенске, Свободном, Белогорске и ряде других населенных пунктов. Также в первом чтении был поддержан закон, который устанавливает административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих углеводородный газ и за вовлечение детей в процесс его употребления. Согласно закону, штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей и для юридических лиц соответственно от 30 до 50 тысяч рублей. Рассмотрение и возбуждение дел об административной ответственности предлагается возложить на административные комиссии и должностных лиц исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований в пределах соответственной их компетенции. Депутаты одобрили законопроект о государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса области. Начинающим работникам отрасли планируют увеличить единовременную выплату. Соответствующий документ амурские парламентарии приняли в первом чтении. Ранее размер единовременного пособия для молодых аграриев был фиксированным и составлял 150 тысяч рублей. Теперь выплату предлагают сделать дифференцированной в зависимости от расположения сельской местности, в которой проживает и работает специалист. Для северных территорий сумма социальной поддержки составит 800 тысяч единовременно, в центральных 400 тысяч рублей, южных 200 тысяч рублей. Одно из важных условий получения выплат остается прежним. Специалист должен проработать на селе не менее 5 лет. Проблема привлечения и, что немаловажно, закрепление молодежи на селе остается по-прежнему острой. Особенно это касается районов, которые находятся далеко от областной столицы. Это районы северные нашей области. Материальное стимулирование показало неплохую практику, но оказалось недостаточным для того, чтобы мы смогли закрыть вакансии по рабочим специальностям, таким как агрономы, ветеринарные фельдшеры, механизаторы, комбайнеры и многие другие. В прошлом году меры социальной поддержки получили 43 специалиста на селе. Вместе с единовременной выплатой уже 14 лет в Преамуре действует и ежемесячная в размере 5-7 тысяч рублей. Но от нее областное правительство предлагает отказаться в пользу увеличения единовременной поддержки. Этот закон вступит в силу с 22 года к молодым специалистам. Ранее действовала норма, что молодые специалисты, оставшиеся работать в сельском хозяйстве, получали единовременную выплату, но ежемесячную. Эта сумма была меньше гораздо, она размазалась в течение пяти лет. А сейчас же эта сумма будет единовременной, которая с нашей точки зрения позволит молодым специалистам более активно участвовать в ипотеке, либо приобретать жилье, либо вообще обустраивать свое рабочее место, либо домашние условия, какие-то семейные положения. Кроме того, по итогам заседания фракция «Единая Россия» в законодательном собрании предложила ко второму чтению рассмотреть возможность еще повысить размер единовременной выплаты молодым специалистам. Эта мера поддержки позволит привлекать в агропромышленный комплекс не менее 50 человек ежегодно. Депутаты продолжают работать и над мерами поддержки амурских предпринимателей в период пандемии. Ряд налоговых льгот, введенных ранее, продлят и на 2022 год. На заседании Комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики амурские депутаты обсудили инициативу, направленную на поддержку бизнеса. В частности, налоговые льготы получат амурские пассажироперевозчики. Только за текущий год их экономия по налогам превысит 4 миллиона рублей. В частности, этим смогут воспользоваться предприниматели, занимающиеся городскими, пригородными и междугородними автобусными перевозками. В случае принятия льготных ставок на заседание областного парламента в 2022 году, налог для данной категории составит 1% вместо 6, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 вместо 15, если за налоговую базу принят доход, уменьшенный на величину расходов. Напомним, в 2021 году сниженными ставками по упрощенной системе налогообложения могли воспользоваться те, кто работал по шести направлениям предпринимательской деятельности. Это демонстрация кинофильмов, общепит, искусство, спорт, отдых, развлечения и музеи. Для туризма и гостиничного бизнеса дифференцированно установлены пониженные ставки до 2026 года. «Все остальные меры поддержки, которые были приняты в прошлом году, они сохранились. А сохранение данных послаблений позволит, на наш взгляд, создать наиболее оптимальные условия для восстановления экономической активности предпринимателей, которые занимаются в данной сфере. 2022 год начинается в непростых условиях, когда условие сокращения пассажиропотока сохраняется, и впереди еще предстоит неопределенная ситуация, которая может сложиться в ту или иную сторону на территории Амурской области, как и всей Российской Федерации. Поэтому для поддержания перевозчиков, мы полагаем, данная сфера на сегодняшний день актуальна». По данным Министерства экономического развития и внешних связей области, пассажиропоток на маршрутах Благовещенской автоколонны 1275 снизился на 40%. Также налоговые послабления вводятся в связи с изменением федерального законодательства, в соответствии с которым установлен минимальный срок эксплуатации автомобилей. Предприятию предстоит закупить современный транспорт, так как обновлено менее 10% всех транспортных средств. Планируется, что преференции начнут действовать уже с 1 января 2022 года, а оплачивать налог по льготным ставкам амурские бизнесмены смогут уже с текущего года. В Преамурье в соответствии с федеральными поправками к ЖК вводится и новый порядок при остановке мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь отказать и в льготе смогут при условии, если у плательщика имеется непогашенная задолженность, подтвержденная судом, которая образовалась за период не более чем за три последних года. Суть законопроекта заключается в том, что теперь ответственность о предоставлении информации о льготной категории граждан лежит не на управляющих компаниях, как это было раньше, а доказывается через суд, но лежит на муниципалитетах. То есть это гораздо упрощает получение льготных выплат тем семьям, которые в этом нуждаются. То есть у нас сейчас сложилась до этого такая ситуация, что ряд семей из-за разных сложившихся жизненных обстоятельств не может оплатить счет за электричество и не может получить льготу. В настоящее время ежемесячная социальная поддержка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется ветеранам труда Амурской области, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, детям войны, труженикам тыла, почетным донорам Амурской области, многодетным семьям, а также некоторым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности. С прошедшим профессиональным праздником редакцию старейшего печатного издания Амурской области поздравил спикер законодательного собрания. Константин Дьяконов встретился с журналистами Амурской правды. Первый номер Амурской правды вышел 24 февраля 1918 года. Работа журналистов неоднократно отмечалась на всероссийских и областных конкурсах. Газету не случайно называют страницами истории Преамурия. Корреспонденты в своих статьях отражают всё, что происходит в регионе, в том числе и на законодательном уровне. За активное освещение социально-экономической и общественно-политической жизни области, высокий профессионализм и творческое отношение к работе. Константин Дьяконов вручил благодарность председателя законодательного собрания Амурской области, главному редактору газеты «Амурская правда» Елене Павловой. Амурскую правду и ЗАГС «Абрание» уже много лет связывают рабочие отношения. Просто рабочие мы активно сотрудничаем, есть связь у нас и с руководством, и с руководством комитетов, и с депутатами. Естественно, ЗАГС «Абрание» – это место, где принимаются главные законы, утверждают. Это всегда интересно, всегда дискуссионно, поэтому нашим читателям это очень важно знать. Поэтому я думаю, что в этом году сотрудничество продолжится, и когда вирус не помешает нам все-таки больше общаться и поднимать какие-то важные вопросы, которые волнуют жителей региона. Поэтому я думаю, что будет такой успешный, благотворный год у нас вместе с депутатами Мужского ЗАГС «Абрания». На этом программа завершена. С вами была Наталья Откачук. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин